Среди вековых кедров на склонах предбайкальского хребта начинается самая полноводная река России Лена. Впрочем, большую часть года она находится подо льдом и снегом. Только в апреле река начинает оживать. Да как? Словно стремясь наверстать упущенное в зимней спячке время, Лена вздувается. Оттаявшие в нижнем течении воды катятся к устью, взламывая ледяной панцирь. Ледоходы и половодья на Лене — это устрашающее зрелище. Наконец наступает время, когда все эти массы воды единым потоком достигают низовий. Здесь они распределяются на множество проток и рукавов, заряжая своей энергией одной из самых больших речных дельт в мире. Мы прилетели к началу дельты острову Титары в конце мая. Большая весенняя вода еще не дошла. Уровень воды низкий, река надежно скована льдом. А на берегах Лены уже чувствуется весна. С каждым днем солнце набирает силу. Талые воды из-за вечной мерзлоты практически не впитываются в почву, а целиком наполняют горные ручьи и речки, текущие в Лену. Но как бы ни были они многоводны, приносимой ими воды недостаточно, чтобы заполнить русло Лены и взломать толстый лед. Пока река замерла в ожидании ледохода, окрестная природа пробуждается изумительными первоцветами Арктики и раскрашивает яркими красками унылый ландшафт. Зайцы в это время как раз меняют свой мех. Один еще бегает в заметной зимней одежке, другой уже переоделся в скромную летнюю. На речные обрывы, обращенные к солнцу, выходят погреться сурки, а в их норах еще до середины лета будет отрицательная температура. Этот вид сурков, живущих в таких суровых условиях, называется черношапочным за темную шерсть на верхней части головы. Сурки только недавно проснулись от зимней спячки. Они еще малоактивны и стараются далеко не отходить от своих жилищ, потому что велика опасность угодить в когти пернатым хищникам, которые облюбовали скальные берега реки. На отвесной скале семья конюка-земника свила свое гнездо. Конюки первыми из птиц дельты откладывают яйца. Их не пугают окружающий лед и ночные морозы. Самка уже занята насиживанием. Она редко покидает кладку, чтобы яйца не замерзли. Поэтому самец должен обеспечивать ее едой. Обычно конюки охотятся на леммингов. Лемминги – это маленькие, похожие на домашних хомячков-грызуны, обитающие в тундре. Весной, когда сходит снег, они начинают сновать в прошлогодней траве. Особенно их притягивают песчаные отмели вдоль берегов реки, куда они выходят, чтобы поживиться сухими водорослями, забывая о своей безопасности. На этого сверька охотятся все хищники тундры. Но сам он безропотной жертвой становиться не желает. В начале июня большая вода наконец достигает дельты. Уровень реки поднимается на 6-10 метров. Лед не выдерживает напора воды, трескается, и река начинает свое весеннее движение. Разогнавшись по течению, ледяные поля наталкиваются на прибрежные мели и образуют торосы. Лед поднимается с глубин реки и рассыпается на мелкие части. За считанные минуты на берегу вырастают огромные горы колотого льда. Чем-то это напоминает извержение вулкана, только без выброса пепла и огня. Ледоход проходит быстро. И уже через неделю река освобождается ото льда, возвращаясь в свои берега. Но еще долго о происшедшем будут напоминать ледяные горы и громадные льдины, застрявшие на отмелях. Освободившаяся река открывает возможность путешествовать по воде и углубиться в лабиринты дельты. Мы покидаем остров Титары. В переводе с якутского он означает «лиственничный остров». Это самое северное место в мире, где растет Даурская лиственница. Дальше на нашем пути деревьев уже не будет. Одним из самых известных и посещаемых мест в дельте является остров Столб. Этот останется самая высокая точка дельты. На Столб он не очень похож, а напоминает холм с крутыми склонами. Его высота – 104 метра. Остров Столб считается началом Ленской дельты. Именно здесь река высвобождается из тисков скальных берегов и разливается во все стороны по тундре. Дальше на север лежит бескрайняя плоская равнина – сама дельта. С вершины горы далеко видны просторы, рассеченные водными нитями. Лена дробится на тысячи рукавов и каналов, образуя бесчисленное множество островов и озер. В этих водных сплетениях легко заблудиться, и карты тут не помогут. Даже новые космические снимки в следующем году не будут отображать реальные обстановки. Каждый год очертания берегов и русел проток меняются. Дельту еще называют краем исчезающих островов. Какую же из дорог избрать в этом лабиринте? Из всех многочисленных рукавов дельты только три главных протоки доходят, не прерываясь, до океана. Но эти судоходные артерии – сами по себе огромные реки. Ходить по столбовым дорогам нам не очень хотелось, поэтому, держа направление к океану, мы выбрали свою дорожку. А там посмотрим, куда она нас приведет. К западу от острова Столб располагается другая достопримечательность дельты – гора Америка Хая. Она известна тем, что на ее вершине был захоронен американский исследователь Арктики Джордж Де Лонг со своей командой. 130 лет назад их шхуна Жанетта потерпела крушение во льдах Ледовитого океана. На трех шлюпках команда отправилась к устью Лены. Но экипаж только одной из них выбрался из этой водной паутины. Сам Де Лонг со своей группой умер от голода и холода здесь, всего в 40 километрах от острова Столб, выхода из дельты. Мы решили плыть к тому месту на побережье океана, где экипаж Де Лонге достиг суши. С тех пор пейзаж дельты остался таким же, но сильно изменились очертания протоков. Быстрое изменение берегов Лены обусловлено строением самой дельты. Здесь нередко можно увидеть такие щербатые берега. Дельта состоит из песка и торфа, в котором намерзают линзы льда. Летом часть из них вытаивает. Остаются торфяные блоки, готовые в любой момент обрушиться. За один год могут исчезнуть десятки метров берега. Сам торф местами имеет мощность более 6 метров и состоит из почти неразложившегося сфагнового мха, который рос несколько тысяч лет назад. Во второй половине июня в дельту приходит лето. В полном разгаре полярный день, и солнце круглые сутки нисходит с горизонта. Тундра покрывается ковром свежей зелени и превращается в цветущий арктический рай. Одни цветы распускаются, другие уже вянут. Здесь все происходит очень быстро. Мириады птиц, больших и малых, прибывают в дельту, чтобы найти себе пару и вывести свое потомство. К началу июля птицы усаживаются на гнезда, которые устраивают в самых разных местах, где есть более-менее сухой участок. Поморник особо не утруждал себя изготовлением гнезда и положил яйца прямо на землю. Вкладки их два. Для поморника это обычная норма. Из одного уже спешит проклюнуться птенец. Прилетевшая самка попыталась помочь ему родиться, но, видимо, сроки еще не подошли. Нужно еще немного запастись терпением. По скоплению птиц и крику можно издалека определить, что там находится гнездовье чаек. Они селятся большими колониями, чтобы надежнее противостоять угрозам. Явно выраженного гнезда на земле чайки тоже не строят. Да это им и не нужно. Потому что стоит птенцам вылупиться, как уже через сутки они бойко следуют за матерью. Среди множества видов чаек в дельте можно встретить и очень редкую розовую чайку, изящную птицу с черным ошейником. Чуть в стороне от шумного семейства чаек появляется на свет птенец тундрового лебедя. Новорожденный очень слаб. Но уже через несколько дней весь выводок плавает вместе с родителями. В отличие от чаек и уток лебеди предпочитают жить парами. Вблизи гнезд они не терпят соседей, даже из своих собратьев. Поэтому четко делят между собой территорию и очень не любят, когда чужаки нарушают их границу. Но тундра сурова. За гордость и независимость приходится расплачиваться. Один из птенцов не добрался до водоема. Возможно, живи лебеди в коллективе, кто-то бы его увидел и помог. Мать чувствует потерю, зовет. Но на поиски не отправляется, она должна охранять остальных птенцов. Часто над тундрой можно услышать заунывные звуки. Это плачут гагары. Звуки, которые она издает, предупреждение о тревоге. Но такое чувство, будто она плачет над всеми. Гагара – непременный персонаж мифов всех северных народов. И в голосе птицы, и в ее внешности действительно очень много необычного. Это чернозобая гагара. Всего же в роду пять близкородственных видов, отличающихся от всех остальных птиц. Наиболее близки к гагарам, как ни странно, пингвины. Ученые считают, что гагары – одни из самых древних среди современных птиц и живут на земле уже более 20 миллионов лет. На самом краю торфяных берегов, за неимением скал, любят селиться конюки. У них первых из птиц Дельты появляются птенцы. Кормят их родители с самого рождения вовсе не диетической пищей – леммингами. Чтобы прокормить потомство, охотятся и самец, и самка. Отец вернулся с добычей, а охота матери оказалась не столь удачной. У конюков, как и у большинства хищных птиц, самки больше самцов и, очевидно, менее маневренные. Самцу приходится отправляться за новой порцией, а самка занялась кормлением. Недалеко от гнезда конюка поселился другой пернатый хищник – полярная или белая сова. Совсем белыми, похожими на привидения, бывают обычно самцы. Совята рождаются серыми. Удивляет разница в размерах между ними. Один птенец явно вылупился после остальных. Видимо, его яйцо лежало с холодного края кладки. Совы матери тоже относятся к слабым детям с большей нежностью. Так старательно она кормит только его. Братья и сестры терпеливо ждут. Но когда мать улетает, трудно удержаться от того, чтобы не ущипнуть любимчика. Питаются совы все теми же леммингами. От численности зверьков в сезоне зависит количество птенцов в гнездах хищных птиц. Лемминги – излюбленная пища и для птицов. Здесь, в дельте, оптимальные условия для жизни этих полярных лисиц. Они устраивают свои норы на возвышенных сухих и песчаных местах. В июне у песцов появляется потомство. Самка обычно приносит по 6-8 щенков. На первом месяце своей жизни щенки не отходят от своих нор далеко. Но с удовольствием играют под чутким присмотром матери. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Путешествуя по протокам, можно встретить следы былой жизни людей. Раньше в дельте существовала своя полярная цивилизация. Эвены, эвенки, якуты, а позднее и русские переселенцы, поднимались сюда летом на промысел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Бревенчатые дома, в которых жили люди, назывались поварнями. Строили их из принесенных рекой досок и бревен. Здесь до сих пор можно найти остатки старинной утвари охотников и рыболовов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас хозяином поварни является этот юркий зверек — горностай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наше появление вызвало у него настоящий переполох. С одной стороны, как хозяин, он очевидно рад, что кто-то навестил его забытое всеми жилище. И одновременно смущен — угостить-то нечем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вспомнив о том, что у него что-то осталось, он попытался или угостить, или спрятать это от нас. Конечно, это был все тот же Лемминг. В результате своих метаний горностай решил гостей сегодня не принимать и спрятался за какой-то корягой. Впрочем, мы и не настаивали, оставив хозяина среди его развалин. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В Заполярье лето пролетает особенно быстро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В начале августа уже чувствуется дыхание осени. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полярный день заканчивается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Солнце по вечерам все ниже опускается к горизонту. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По утрам над рекой стелются холодные туманы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Погода меняется. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Часто дует сильный ветер, поднимая пыльные бури. Ведь дельта состоит из торфа и песка. Если где-то берега осыпаются, то в других местах наметает целые косы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дельта Лен постоянно меняет свои очертания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Настало время взросления и роста молодняка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Щенки песцов уже подросли и ведут себя довольно смело. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Теперь они уже и в отсутствии матери не прячутся в нору. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Подросли и родившиеся на наших глазах птенцы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В августе главная задача птенцов научиться летать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Больше всего в этом преуспело потомство конюков. Они полностью опеились, и их уже трудно отличить от взрослых птиц. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разве что желтоватые клювы выдают их юный возраст. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дикие северные олени, встречающиеся здесь, в большинстве своем непостоянные жители дельты. Они приходят сюда с юга на лето. Через месяц им отправляться в обратный путь. Пора и нам идти к океану. Перед отъездом мы вспомнили еще об одном существе, с которым встречались в начале лета. Точнее, оно само напомнило нам о себе, бесшумно соскользнув с обрыва. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полярная сова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Теперь нас навсегда привязал к этому далекому северному краю гипнотический взгляд птенца белой совы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сто тридцать лет назад на низкий плоский берег в самом центре устья Лены высадился капитан Де Лонг со своими товарищами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почва такая сырая, что за ночь мы еще больше промокли. Как правило, промокают и спальные мешки, и одежда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Записал он в дневнике. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что же, с тех пор ничего не изменилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здесь какие-то странные, нереальные масштабы. В тундре из-за резкой разницы в нагреве слоев воздуха нередки миражи. Но тут было что-то другое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чтобы окинуть взглядом местность, мы поднялись на старый маяк. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И с него увидели всю дельту. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Точнее, ее уменьшенную модель. Но именно так дельта Лены выглядит с высоты птичьего полета, со всеми ее островами и протоками. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как паутина, она таит опасность и вместе с тем сама по себе очень хрупкая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА